Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня с вами я, Зара Таджанова, и, как всегда, я обещаю солнечную Сан-Диеллу в штате Калифорнии. Я иммиграционный консультант, который занимается этим с 2011 года, и если у вас есть вопросы, если вам нужна помощь, вы всегда можете обратиться ко мне, и мои координаты вы найдёте под этим видео. Так, сегодня я буду отвечать на вопрос одной из подписчиц, которая попросила меня рассказать, как нужно апостелировать документ, и плюс у неё есть вопросы по тому, что у неё грин-карта на одном имени, а паспорт на другом. Значит, давайте начнём сначала, как апостелировать документ. Значит, в первую очередь вам нужно знать, чтобы апостелировать документ, который был выдан вам в Соединённых Штатах Америки, нужно его апостелировать именно в том штате, в котором вы его получали. Так как у девушки сертификат о замужестве был выдан в Соединённых Штатах, в штате Нью-Йорк, значит, вам нужно сначала обратиться за сертифицированной копией вашего сертификата. А если же он у вас уже есть сертифицированный, потому что многие люди берут сразу сертифицированную копию, то вам нужно будет её отправить в Secretary of State вашего штата Нью-Йорка, и они должны будут вам его апостелировать. Значит, что такое сертифицированная копия? Чтобы получить сертифицированную копию вашего сертификата о браке, вам нужно пойти или в County Clerk, или же вам нужно пойти в State Office в Нью-Йорке. Я вам внизу напишу все адреса, куда вы можете обратиться, а вы сами можете уже выбрать по вашему ZIP-коду, который вам подходит. Поэтому ваш первый шаг – это значит получить сертифицированную копию вашего сертификата и написать, то есть приложить, как они тут называют, cover letter. Я его тоже приложу под этим видео, и вы его можете апостелировать двумя способами. Первый способ – вы берёте ваш сертифицированный сертификат, вот это письмо, которое вы сверху прикладываете, и идёте вместе с этим письмом в их офис, где они апостелируют. Это первый способ. А второй – вы можете отправить это почтой, если же этот офис для вас будет очень далеко находиться. Обычно, когда вы идёте апостелировать документ лично, они вам делают его там в течение 10 или 15 минут. А если же вы отправляете почтой, то это обычно занимает две недели. Так как вы у меня спрашиваете про путешествия, я так полагаю, что вам нужен этот документ для того, чтобы его с собой возить. Поэтому я бы вам посоветовала, чтобы вы ещё и перевели этот сертификат о браке, потому что если вы будете пересекать Россию, перевод вам может понадобиться. А если же вы хотите просто путешествовать по миру за пределами России, то вам не нужно его переводить. После того, как вы пошли туда, вы должны будете заплатить госпошлину. В каждом штате она по-разному. Мне кажется, в Нью-Йорке будет стоить 10 долларов. И этот апостелированный документ, он у вас будет свидетельство о браке, он у вас уже будет готов. И его будут принимать как апостиль те страны, у которых есть соглашение Гаагской конвенции. И поэтому Россия в это число входит, и поэтому они не имеют права отказать вам в принятии этого документа, потому что он апостелирован по закону. Теперь, второй вопрос. Как быть, если у вас гринкарта получена на имя мужа, а ваш паспорт получен на... То есть ваш паспорт остаётся на вашей девичьей фамилии? Вот, знаете, чтобы ответить на ваш вопрос, я спросила у своих клиенток, которые ко мне обращались, которым я делала документы. И у всех, в принципе, был один ответ, что когда они ехали в свою страну, они меняли свой паспорт, и, естественно, после того, как вы поменяли, уже у вас визы не будет, потому что у вас есть гринкарта. Гринкарта вам разрешает въезжать в Соединённые Штаты без вот этой визы, которая вам нужна. И они мне все сказали, что когда они выезжали, они покупали билет на свой паспорт, не на имя гринкарты, которое указано на гринкарте, а именно на имя, которое указано у них в паспорте. И в некоторых они сказали, в случаях спрашивали, есть ли у них свидетельство о браке, а в некоторых вообще не спрашивали. Они говорили, где на основании чего вы выезжаете. Они говорили, вот у меня есть гринкарта. В некоторых случаях спрашивали, где ваше свидетельство о браке, а в некоторых не спрашивали. Это значит, что в вашем случае вам нужно всегда иметь ваше свидетельство о браке апостелированное, именно апостелированное, которое доказывает вам, доказывает им, что вы официально замужем и что вы получили грин-карту на основании замужества. И вот у вас есть свидетельство о браке, в котором говорится, что вы вышли замуж и получили имя вашего мужа. И поэтому в зависимости от ситуации, в какую страну вы едете, я так полагаю, что вы будете из России, я бы вам посоветовала первое, значит, получить сертифицированную копию вашего сертификата о браке, то есть свидетельство о браке, перевести его, заверить этот перевод у нотариуса, получить вот это письмо, которое я приложу обязательно в описании этого видео, приложить его сверху к этому и сходить самой и сделать апостель этого документа. Это абсолютно несложно. Вам может сделать это и сам нотариус, но он возьмет за это деньги, но я бы лучше посоветовала, чтобы вы сами сходили, потому что это несложно. Значит, хочу сказать, что у нас вот в Калифорнии нотариус заверяет только подпись переводчика, только подпись, не правильность его, а именно подпись. И вы, я хочу сказать, многие наши думают, что они сами могут перевести и сами заверить, вы сами не можете заверять свой переведенный документ. Вы можете попросить или сертифицированного переводчика, или же вы можете попросить своих друзей, которые переведут вам этот документ близко к оригиналу, и вы можете его заверить и также его отправить на апостель. Если вы не найдете такого переводчика, вы можете обратиться ко мне, я вам его переведу и заверю подпись, или же мои помощники могут перевести этот документ, и я заверю подпись этого человека, я вам отправлю по почте, и вы можете просто этот готовый перевод отнести к ним туда для апостиля. Вообще, апостиль, всегда запомните, делается, нужно делать документы, апостилировать, выданные в Нью-Йорке, значит в Нью-Йорке. Выданные в Калифорнии, значит в Калифорнии. И если у вас есть вопросы по тому, как перевести документы, что нужно приложить, вы можете ко мне обратиться, потому что я этим занимаюсь. Я также занимаюсь переводом документов и их апостилированием, если вы обращаетесь ко мне за помощью. Значит, вот что касается вашего билета, вашего переезда, вашей поездки, то я думаю, что это понятно, что вам нужно всегда покупать свой билет на имя, которое у вас в паспорте. У меня была недавно девушка, она мне сказала, что она вышла замуж, она поменяла свою фамилию. Когда она выходила замуж, она была на имени своего первого мужа. А потом уже вышла замуж, взяла фамилию второго мужа. И когда она получила свою грин-карту, она купила грин-карту, то есть она купила билет на имя, которое у нее было указано в грин-карте. И что вы думаете, когда она выезжала, к сожалению, ее не выпустили, потому что основной документ в Соединенных Штатах и также, когда вы находитесь в других странах, который доказывает, что вы – это вы, это ваш паспорт, не грин-карта. Поэтому запомните, что вам нужно покупать ваш билет на ваше имя, иметь при себе сертифицированный, апостелированный документ, свидетельство о браке, который доказывает, что вы вышли замуж. Теперь для тех, кто в ожидании грин-карты, что вы можете делать и как вы можете делать, как вы можете передвигаться. Пока, если вы не получили, сначала начнем, значит, вы вышли замуж, вы подали свои документы на получение грин-карты. Естественно, в этот пакет входит также получение травл-документа, или же, как они его тут называют, адванс-пароль. Этот документ вам позволяет выехать за пределы страны, адванс-пароль. Он позволяет вам выехать за пределы страны, но вот в этом самом документе говорится, что адванс-пароль, он не служит доказательством того, то есть не служит гарантией того, что вас примут в страну обратно. Вот прям там так и говорится. Поэтому будьте с этим осторожны. Но, честно говоря, вот в моей практике не было такого, чтобы кто-то выехал по адванс-пароль и их не запустили. Вот я не слышала такое. Но в документе, вот прям в инструкции пишут, что это не служит гарантией того, что вас примут обратно-назад. И что делать, если вы хотите передвигаться по Соединенным Штатам, внутри Соединенных Штатов, если у вас есть паспорт, то вы можете передвигаться, даже если у вас уже виза и стекла, но вы подали свои документы на adjustment of status, на получение грин-карты, вы можете передвигаться. Но для этого вам нужно иметь бумажки с USCIS, которые вы получили, в которых говорится, что вы подали свои документы на adjustment of status, и вы теперь в ожидании. Вот. Просто берите все эти бумажки с собой, и если, не дай бог, у вас спросят, на основании чего ты тут находишься, вы всегда можете показать им эти документы. И я знаю, что вот у нас девчонки, которые передвигаются по Америке, они даже через аэропорт другие виды транспорта используют, и у них пока никаких вот этих вопросов со стороны офицеров у них не возникало. Но в любом случае всегда имейте документы, доказывающие, что вы здесь находитесь легально. Вот. Я думаю, что ответила на вопрос, который у меня спросили, и еще раз хочу сказать про advance parole и про ваш выезд. Пока ваш кейс находится в рассмотрении, те девочки, которые подали на получение грин-карты, вы не имеете права поезжать из страны, если у вас нет вот этого документа advance parole. Поэтому всегда дожидаемся вот этот документ, travel документ advance parole, и потом только выезжаем. И то нужно выезжать в экстренных случаях, если вам совсем-совсем приспичило. А если вы едете отдыхать, естественно, лучше, конечно, если вы будете выезжать со своим мужем, вместе выезжать и вместе заезжать, но опять-таки при наличии этого advance parole. Я думаю, что я ответила на этот вопрос. Если что-то непонятно, пожалуйста, обращайтесь ко мне. И желаю вам удачи, всего доброго. Как видите, у нас опять солнечная такая погода. Желаю вам всего доброго. И с вами была Зара. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok